Азербайджан прилагает усилия для эвакуации людей из Украины. Накануне 16 марта очередная группа азербайджанцев прибыла в Баку чартерным рейсом. Среди 184 эвакуированных 16 дети. 12-летняя Зумрал Самазаде вернулась в Азербайджан с мамой, сестрой и дядей. Отец девочки по своей воле остался в Украине. А сама она до сих пор вспоминает оглушающие звуки взрывов и неутихающие сигналы воздушной тревоги, раздававшиеся в родном для неё Харькове. Каждое утро были сирены и ночью были сирены. Ну тогда мы очень сильно пугались. Ещё иногда бывало так, что мы просыпались и слышали, как бомбы, ракеты все эти. И мы испугались и решили, что уже лучше выехать оттуда. И мы жили вообще в Харькове, а потом приехали в Имано-Франковск. И там тоже вот это всё началось. Чартерный рейс был организован азербайджанскими авиалиниями из румынского города Ясы. В первую очередь из зоны боевых действий были эвакуированы дети, женщины, пожилые люди и люди, имеющие проблемы со здоровьем. Когда война была, 30 лет назад в Армении, мы приехали в Донецк, жили нормально, все нормально. Когда начала в 2014 году война, приехали в Днепр, уже в Днепре начала война. Решили уже Азербайджан. Но мои домчатые сына, дочка с ребёнка, тоже возраст не пускают. И семья моя тоже, граждане Украины, их не пускают. Сын мне сказал, дочка, мама, уезжай, потому что у меня я больная. Мне ноги болят, сердце болят. Я с 5 лет там живу. Уже мне, слава богу, двое детей, уже старше мне 9 лет, поэтому уже очень давно. Это наш второй дом. Здесь наша родина, и там наша родина. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время всё закончится, и мы вернёмся на свою родину, к своим семьям, к своим мужьям, отцам, братьям. Все они там защищают нашу родину. Это у нас пятый день сегодня, как мы едем домой. Было очень тяжело, были разные условия. Но спасибо нашим азербайджанцам, они нам помогли, помогли нам добраться сюда, до родного дома. Мы из Украины, из Донецкой области, город Покровск. Там тоже уже бомбёжка идёт, началась уже, стреляют, поэтому уехали оттуда. Семья Мурсаловых – граждане Украины. Часто приезжали в Азербайджан провести время отпуска. Дорога из Днепра до Баку заняла сутки. Добираться пришлось транзитом через Молдову и Румынию. Там, где мы остаёмся, там тихо немного, не как в других городах. Мы слышим просто часто сирены и тревожная ситуация. На самом деле спать тяжело. Пару раз были выстрелы, взрывы, поэтому приняли решение лучше пока что переждать. Я благодарю именно нашему президенту, Ирхам Алиеву. Это великий человек. Украина – наша вторая родина. Азербайджан – наша правая рука. Украина – левая рука. Азербайджан бьёт сердце, жена нашей. А Украина – кровь, как это пульс. До сегодняшнего дня более 9500 человек эвакуированы в Азербайджан из Украины. Порядка 6800 граждан Украины сейчас находятся в Азербайджане. Из них примерно 2800 прибыло в Азербайджан в течение последних 15 дней. Около 3000 человек из общего числа эвакуированных соотечественников доставлены на родину чартерными авиарейсами. Более 4500 – сухопутным транспортом. В настоящее время продолжается эвакуация азербайджанцев из Украины через территорию соседних государств. Альбина Абдрахманова, Вусал Аликперов, CBC.